Шокирующее видео. Во время ночных ливней на проезжей части в районе центрального рынка обнаружили погибшего. Тело мужчины находилось в одном из ливневых стоков. В результате обильных осадков ливневка переполнилась и труп буквально вынесла вместе с мусором на поверхность. Сейчас все обстоятельства смерти мужчины выясняют следствие. Полицейскими устанавливается личность погибшего. Его приметы. Азиатской внешности, на вид 30-40 лет, волосы черные и короткие. Особые приметы. Татуировка в виде розы на предплечье левой руки. Татуировка в виде надписи с указанием группы крови на груди. Одет. Спортивные брюки темно-синего цвета. Рубашка в красно-бордовую клетку. На улице Терешковой мужчина упал с балкона. По словам очевидцев, пострадавший пытался спуститься с пятого этажа, но не удержался и сорвался вниз. Пострадавшего забрала карета скорой помощи. Эти видео сняты в соседнем Иркутске. Более двух с половиной часов мужчина стоял на балконе 13-го этажа и удерживал маленького ребенка. Так. Сразу грузим его и уводим. Сразу на *** устроил *** козелку. А? Команда дальше. Мужчину доставили в отдел полиции. Ребенок не пострадал. Другим темам. ДТП на улице Бабушкина. Водитель за рулем лесовоза предварительно из-за технической неполадки наехал на дорожное ограждение. Как это получилось? Как заглохла машина, все покатилось в зад. Для оценки ущерба на место выехали специалисты управления дорожного строительства. Работал пост лесового контроля. Предположительно лесовоз был сильно перегружен и не соответствовал по своим параметрам для проезда по городским дорогам. Но естественно нарушение есть, потому что машина в повороте заглохла и снести ограждение – это уже нарушение. И тем самым он создал там затор движения транспорта из сотой кварталы и сотой кварталы. Движемся далее. Гидравлические испытания стали причиной коммунальной аварии на перекрестке улиц Сахьяновой и Трубачеева. Шквал воды затопил часть дороги, с которой едва успели откачать скопившиеся из-за ливня огромные лужи. Жилостехнику обратно все вызвать. Ну и вот заново откачиваем. Я думаю где-то через час, если погода позволит, откачаем до конца. На месте аварии работало три вакуумных машины и мотопомпа на 1100 литров в час. Неисправность устранили за полтора часа. И напоследок о природе. Медведи продолжают выходить к людям. Шесть утра. Гости. Разрывает муравейник. Конечно, немножко страшненько. Ну ладно, будем ждать. На этот раз косолапый вышел к людям в Байкальске. Медведь пробрался на дачу, походил по огороду и отправился по своим делам. Андрей Слепнев, Роман Попов, Инесса Дондукова, Жаргал Срендашиев, Алексей Ромашов. Новости дня.